Ребята, вам чего с утра? Чашечку аджики или чашечку кофе? Давайте начнем с чашечки кофе. Все-таки утро на дворе. Опять я встала с пазаран. Наконец-то засунула в себя ванну. Где-то, я думаю, градуса 22 я позволила себе просто полежать в теплой водичке, расслабиться. Почему? Встала рано, работаю после обеда, но меня вчера вызвали синдакалисты. Говорит, Лиля, приезжай. Прошло полгода с того момента, как мы с тобой, ну, мы потом встречались. По документам прошло полгода с нашего первого свидания и теперь надо решить. Оказывается, мы еще все в процессе, но мы об этом знали. Я говорю, Мишель, хочешь, подтягивайся. Позвонила Терезе, Тереза вся в работе, вся в Lidl. Говорит, Лиля, я не могу утром. Я, говорит, даже не бегаю к своему, ну, взять в пиццерию, потому что, говорит, я вся занята в Lidl. Я за ней очень рада. Как-нибудь мы с ней созвонимся, поговоримся. То я занята, то она занята. Нет, не получается. Вчера уже практически ночью мне позвонила Мишка, я говорю, Миш, если вы сегодня утром таки не уедете, то, говорю, подтянись, хоть послушаешь, что нам надо, как нам надо и как нам надо поступать. Ну, в общем, вопросы, 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 все те же остаются, ответов нет. Так, ну, то все ерунда, понимаете, то жизнь свои концы наладит, как говорится. Я за это как-то сильно не переживаю. Знаете, работаю, работаю, тут есть работа, тут нема работы. Мишель тоже говорит, тут мне, я не уехала, тут мне какая-то бабушка подворачивалась на недельку. А я ж все, я ж уезжаю, то, то я все. Ну, вот так я, знаете. Через налпресседки, так вот и мы живем. Один день прожили, хорошо. Осталось у нас очень много вопросов по нашей Анжике. Сейчас я вам напомню этот случай. Когда мой звел, как первый раз, эту Анжику попробовал. Он так любил рассказывать этот случай. Каждый раз, ну, он все, наверное, забывал, и он каждый раз об этом случае рассказывал. Я вам уже рассказывала, но еще повторю. Село, украинское село. Вот, ну, знаете, друг до друга приходят гости, кумовья, сватья, там, родственники. Вот, и уже стол накрыли, уже все, и стоит на столе эта банка Анжики. Мой звел, как говорил, Анжика. Через букву Н. Вот. И говорит этот хозяин, же ж хвастается, ой, я такую Анжику сделал, такую Анжику сделал. Ну, а батя каже, да я же ее никуда не пробовал, что оно такое. Дивлюсь, а стоит что-то червоненькое, та и стоит соби на столе. Тот говорит, сейчас я пойду еще с погреба там, че помидорчиков, че огурчиков вытяну. Батя думает, не, надо попробовать. Берай ложку, столовую ложку. Зачерпаю я эту Анжику и в рот. В это время выходит с погреба тут. Тут его это, говорит, батя, у меня глаза выскочили, не знать куда. Да, рожа стала красная. И выплюнуть каже не можу. И он ее глотнул. Так он эту Анжику вспоминал. Ну, сколько жил, столько и вспоминал. Так что, царствие им небесное. А и там они и вспоминают. Поэтому, ребята, кто спрашивает, какой рецепт должен быть Анжики? Нет рецептов. Есть наши рецепторные вкусы. Смотрите, вы покупаете морковку. Я, допустим, вам говорю. Три-четыре морковки. Морковка может быть. Сладкая, сухая, твердая. Подкормленная химикатами, которая дает совершенно другой вкус. У меня были подаренные перцы. Они были никакие. Они даже были чуток припорченные. Я докупила в Лидл два красных перца. Я туда четыре зеленых яблока. Полторы головки чеснока у нас ушло. Всего-навсего шесть маленьких перчиков. Потому что у нас такой перчик, что Слава, который любит перчик, не может есть этот перчик. Вот я вам все рассказала. Поэтому водя у меня была большая. Вы сами видели. Я знаю, сколько там. Два с половиной, три литра, наверное. Три литра получилось. И плюс. Мы проезжали мимо Мишкиного овощника. Я Славе говорю, остановись на секундочку. Я гляну, есть ли у него те помидоры, которые я хочу. У него была такая вот сливка. Там их было немного штук, штук семь помидорчиков. То есть они мясистые. Без вот этой юшки семечек. Поэтому аджика у нас получилась густая, с морковкой, с перчиком. И естественно ее же надо проварить. Я забыла купить уксус. Ну а так как у меня оставалось на дне вот так вот где-то уксуса, ну я не знаю, грамм шестьдесят-семьдесят. По концу мы его тоже добавили и еще накипятили. То есть, ребята, аджика получилась улетная. Лучше не досолить, не долить уксуса. Потом по вкусу вы ее под себя подведете. Несладкие у вас помидоры добавите сахарком, сольки и уксус по вкусу. Нравится с травами? Приготовьте один раз с петрушкой. Не нравится? Не добавляйте. Не хотите добавлять помидор, сделайте одну баночку просто с перцами, одну с помидорами. Хотите такие, чтобы дышали как драконов не дышащий, добавьте больше жгучего перчика. Не хотите, вообще не добавляйте. Это все равно будет аджика и все равно она будет вкусная. Я вчера просто с картошечкой полила вот это аджикой. Я так вот это уплетала, потому что просто давно не ела, понимаете? Когда давно не ешь, а ну настолько его хочется. Оставила себе две баночки, остальное забрал с лавунем. Дала приказ поделиться с сестрой, если она захочет, потому что я еще одну баночку могу пожертвовать. Так что вот вам и все рецепты. Точно так же помидорчики по-корейски. У меня не было кориандра. Ну и какие они по-корейски без кориандра? Ну они же получились настолько вкусные. Там же лучок сыграл свое. Там же тогда же вот эти вот кабачочки, они напитались вот этим вот маслицем с чесночком, с петрушечкой. Оно все такое сочное, вкусное, бомбезно такое, в меру остренькое, потому что там пошел один остренький перчик, и он создал ту остроту, которая необходима. Все. То есть не бойтесь ошибиться в рецепте. Вы даже когда борщ варите, вы варите борщ один раз, ой, тот же рецепт, а борщ получается разным. Ни у кого никогда не получится одно и то же блюдо. Продукты везде разные. Земля везде разная. Если у меня тут помидоры сладкие, покупаешь в магазине, ну трава травой вообще ничем не пахнет. Были мы на пляже, Слава купил арбуз. Ребята, кажем, вроде стуча, вроде гуди, вроде это. Разрезаем этот арбуз, он наполовину белый, в середине вялый, на вкус кислый. Оно, вот так вот. Понимаете, так шумно. А вроде и звенили, стучали, вроде и на вид красивый. Не, не верьте, не верьте. Пока не проверите. Давайте я вам покажу, какой бонус я вчера получила. С Лидл, бесплатная акция. Ну, ты когда в Лидл скупляешься на какую-то определенную сумму, у тебя там набираются какие-то твои пункты. И вот, получилась то ли пачка макаронов, то ли бутылочка геля, то ли конфеты мятные, по-моему, были конфетки. Я выбрала гель, потому что мне его, во-первых, надолго хватит. Конфеты я практически не ем. И еще один ответ на вопрос. Кто ж меня снимает? Ну, те, кто меня давно смотрят, наверное, знают, кто меня снимает. Стабилизатор камеры. Я хожу. И он хожу. Я лежу. И он лежу. Так что вот так вот. Меня снимает мой телефон. Всего лишь на все. Я даже не помню, вытерла ли я камеру, не вытерла. Камеру надо протирать. Иначе будет размытая съемка. Все, ребятки, собираюсь бы, надо бежать. Куда же бежать? А погоду я вам не показала. О, я же вчера стирали. Славыные вещи, полотенце забыли. К поезду привет. Ветерок. Ветерок, но дождя, что говорили, дождь, грозы, там, та-та-та-та-та. Нет. Не верьте нашим прогнозам. Хорошо. Никаких дождев. Абсолютно ничего. У нас уже полотенца от соли просто стояли. Вот что я должна вам сказать за сушилку. Потому что вчера оно в сушилке сушилось. Полотенца становятся мягенькие. Не деревянные, а без всяких ополаскивателей. Так что пользуйтесь. Так, это тоже Славы на трапочках. Ну, в общем. Вчера в посудомойке помыла решетку. Потом домывала и ее руками. Потому что ее даже посудомойка не моет. Не, ее надо выжигать, либо на песочке. Знаете, когда там, где обычно жарим шашлыки, песочка нема. Укроп тянется и ложится. Потому что тонкий, звонкий и прозрачный. Не знаю, что ему надо. Я подсыпала землю, но я же его землей убью. Пытаюсь его пшикать, пшикалочки, чтобы он не пересыхал. Ну, не знаю, наверное, толку в горшке с него не будет. Так само, как и с этого помидора. Да, помидор уже начала ножка. Он темнеть, так что можно его выбрасывать. Славуня, вам базар не надо? Базар-вокзал. Смотри, занавески, всякая ерунда. Кухонная утварь. Базар Корнельяна. А, это же... Нет, тут у тебя уперателефонин, не кей-о. Смотри, что вы не хотите, чтобы это сделать все. Смотри, что он не хочет. А? Ну, ничего. Вот такие вот штанишки продаются. Сейчас Мишель штаны купит. А, да, вот такие вот. А, да. Но он не видит, что он не видит. А, да, он не видит. А, да, он не видит. С такой кофточкой и пошли гулять. Магарий дал альтрапарты опять. Опять полицейские контролируют, что у них лицензия есть на торговлю. Чем ему ищем с Мишель. И штаны пока не нашли. Чтобы были разлетайки внизу. У них все сплошные. Тут еще. Ну, в общем, такие. Шерпотреб. По одному, по два, по три, по четыре. На пляж можно такую штуку купить. Марокканскую. Разных цветов. Сезон закончился, правда. Если ваду и Марокко, мне лопрендо козе. Мету фулар и чеваду. Похолодало, прям страшное дело как. Всего 34 градуса. Да ладно. В 10 утра. Забежали с Мишкой на базар. Забежали, попели кофе. Съели брюшек вкусненький. С фисташковым кремом. И теперь еду домой. Созвонились с АВУ. В общем, что нас сюда вызывали. Предложили нам опять адвокатские услуги. Потому что прошло полгода. От которых мы опять отказались. Временно. Сказали, что пока будем решать свои вопросы по-хорошему. АВУ говорит. Да, я все знаю, что уже прошло полгода. Но говорит. Если вы мне еще немножко времени дадите. То я постараюсь все эти вопросы порешать. Никто не против. Нам синдакалистка говорит. Вот это у вас, девочки, терпение. Я говорю. Терпение и труд все перетрут. Узнали за Мишель хату. Потому что ей собираются там поднять на 200 евро арендную плату. Тоже ее. Никто не имеет права никуда выгонять. Поэтому говорю. Мишель, расслабься. Чтоб тебя никто нигде ничего не напрягал. Так что мы расслабились. На полном расслабоне. 34 градуса. Стояк тут не расслабится. Иди сюда. Давайте, давайте. Иди сюда. Иди сюда называется. Иди сюда. Если я так поняла. Ну тут же понимаете. Язык понимаешь на мигах. Еду домой и еду на работу. Мишка в отпуск так и не уехала. Что ты тут крутишься? Непонятно. Должны были уехать сегодня. И опять отпуск переносится на неопределенное время. Я говорю. Мишель, собирайся идти на море. Отдыхай. Говорю. Мы вчера на горе. Готина. Кажи. Ой, какая ты черная. Я говорю. Так мы же вчера на пляжу побывали. Позагорали. Ну под зонтиком я, конечно. В море под зонтиком. Под тучками, под хмарками. Купила себе папайю. За 3,50 маленькую. И еду счастливая и довольная до дома. Пару помидорчиков на салат. Срезала пасынок с огурцем. Посмотрим. Умирающая лебедь.